Пустиглась дрона таскать. Соня такой вес не подселила. Соня погладила тонкими пальцами в антоновские яблоки и подарила двоюродной сестре, бабушке, гранатовую брошку. И Неве была довольна справедливости. Бабушка Соня была равна общая, а брошка, крупная, гранатовая, перешла к дочери, а не к сыну. И потому досталась Соню. Соня, хотя бабушку на фамилию, носила отрода снега. И тогда отценность, будучи памятной, должна, по полярнему непониманию, в ее столбе пойти. Счастливая Неве ушла с круглой брошки, ценность которой сильно преувеличивала. Соня втянула в воздух и поняла, что антоновский дух усиливает и даже украшает почти вылетворяющийся запах аквари-болия. Антоновские яблоки, полежав завернутыми бумагами, тронулись в желтую скалу. В внутренности наливалось медленно, прекрасным, сонным вкусом. Еще не все яблоки закончились, когда залогом лег в снег, и вместо березовой зелени через дулы и веточки проглядывали соседский дом. Есть, Соня хотелось все меньше, но это спать и пить. Только не воду она пила, а потягивала через трубочку разведенный яблочный сок, тоже Нелин, самодельный. На соску Нелин положил кроватым, зато у него так хорошо стерилизовать память, что Сон не прописал на весны. У всех соседей изображено, но не никогда. Сомневость Соня не проходила. Наверное, запах полагал Соня, замечая, что воздух в ее квартире пустел, деливаясь мощным наземным запахом одинокого счастья, которым не было идти и подробности разделительного с другим человеком. Даже он провалился глубиной мыслей. Хорошо, что ребенок у меня не получился, а то он потребовал движение и портил воздух. А про Володь вообще не вспоминала. Соня положила попасть в красивую новую пилионку и слегла. Вставала стол, чтобы соку в стаканчик порвать. Хотела все меньше, иногда подруга. А что же будет, когда все в банке кончится? Но не кончится. Даже все оставалось, тогда случилось странное явление. Там, где потело росли мелкие и тонкие волосики, ей незаметный пух. Пошли вдруг в рост, как будто тончайшие бесцветные видички, шелковистые, приятные, и на руках она нагадная. Она обматывала их вокруг себя, чтобы выглядело все аккуратно. Так она случила руками-ногами, пока повесила. Отразать эти нежные волосики ей не хотелось. Сил было все меньше. Ей с не хотелось уже давно. А теперь сон подделял привлекательность. Отдалевал сон. Она спала все больше и заснула в конце февраля окончательно. Лежала, как куколка, вся опечатка тонким, полосками своего родного, естественного цвета, руслая, с красивыми пепельным артенком. А квартира была полна проблемами, которые шли не от оставшихся в коробке от томских яблок от самой сони. Но это она уже не чувствовала. Все стороны я разговаривал ей время от времени, но все долго не заставал там. Долго собиралась. А когда собралась и приехала, то звонила тебе пенопрасно. Сони дома нет. Но они немного даже осерчали. Уехал, может, куда-то. Позвонил по телефону и пороснул там. Но плохая опасность, все же опалу. Сорок дней промежала на сонной постели руслая, свиная кукла. А потом треснул снизу доверка и вывезла из этой высоты даже другая бабочка с ясными зелеными глазами и с множеством фасеток состава. Бабочка сохнула долго, часа три, а потом раскрыла подсохшие крылья, и некому было насхититься. Поначалу прозрачные крылья стали подниматься нежным светом. Чешуйки-то были бессветными, но по таинственному оптическому закону свет из окна проломился так, что они засиялись и замазали в воду. Поверху поступили оранжевые пятнышки и полоски и лишь в том, заподозривая этим гигантским насекомым родству с яблочной аристаллой. Бабочка взмахнула все мечты рвя. Крылышка поднялась вверх, совершил прощальный крылья под низким потолком и вырослела на крутую фоточку. Еще через неделю приехала стреложная Нелли. Долго звонила Нелли, потом сомалась к соседям, но те ничего не знали про Соня. Одна шершавшая лица в сторонах удивилась. Кроме она там, что зато уехала. Нелли побежала в милицию. Сначала пришел участковый, и долго стучал. Вызвала МЧС, взломали дверь. Трупы, которых предполагали найти, не обнаружили. Единственное живое существо были мухи. Они успели вывестись в яблочные гнили, в которые превратились два последних анатомических яблок. Мух была теплая, дрожащая туча, и все. На постели лежали какие-то странные тряпки в этот шестой вопрос. Паспорт лежал в сумочке. В паспорте была фотография. А других фотографий Софьи Сергеевны Солковой в доме не нашли. С паспортной фотографией сделали снимок. Поместили его на объявление о пропаже и вниз лесом в список пропавших в этом году людей. Их, правда, никто особо не искал, но объявления расклеены на вокзалах и в других внутренних местах. А Соня поселилась в непростом месте. На других спахали такие же, как она бабочек, и другие, и погрубнее поярче, и некоторых она узнавала. Одна была определенная первая школьная учительница Маргарита Михайловна. Она прокрутная, похожа на крапитницу. Коричневое перст вылетало важно и медленно, не завершая никаких легкомысленных порханий. Воздух был легкий и веселый, а сильный фруктурный дом был крепким и меняющимся от яблочного к персиковому, от персикового к земляничеству. Никаких пластианских насекомых и в полине не было.